Знаете, когда мы читаем это все, и я вспомнил выражение одного человека, я его иногда слушаю, хотя во многих отношениях не согласен с ним, что вот вся наша история, нашего народа, она в какой-то степени повторяется. И когда мы вот смотрим на все это происходящее, возможно, нас какое-то охватывает недоумение, страх. И, в общем-то, если смотреть в Слово Божие, то я думаю, что это недоумение должно пропасть, потому что так или иначе все повторяется. И то, что было с нашим народом, оно повторяется по определенным причинам. И с прочитанного из этой недельной главы мы видим, что вначале мы читали о том, как восстал Корах с группой людей против Маше. И вопрос был в том, чтобы именно они были недовольны тем, как Маше управляет народом, и почему вообще они взяли на себя такую обязанность. И мы видим, что дальше Господь показал, кто действительно должен управлять. И мы знаем, что Корах и те, кто восстали против Маше, они погибли, и также часть народа погибла. В следующей главе мы читаем о том, как именно Маше доказал, что он действительно поставлен Всевышним, для того, чтобы он это делал, когда расцвел его жезл. А также мы читаем о том, какие должны быть обязанности тех, кто именно несет непосредственно такое служение, тех, кого он поставил своими священниками, которые должны были исполнять определенную службу в определенных богослужениях, в определенных жертвопроношениях. И пишется о том, что если будете в чем-то небрежное, то понесете на себе грех. И тема моей проповеди, она тоже как бы созвучна с этой главой, но я хочу прочитать из Луки 9 глава. Евангелие Луки 9 глава с 59 стиха. А другому сказал, следуй за мной. Тот сказал Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Ишуа сказал ему, представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие. Еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Ишуа сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия. Вспоминается неканоническая притча советских времен. Как-то на перерыве сидят двое и смотрят один и спрашивают, что ты пишешь? Я, говорит, пишу оперу. Тот говорит, и я тоже пишу оперу. И в советские времена, что значит было писать оперу, это значит писать доносы на благонадежных и неблагонадежных граждан. Знаете, многое в советской системе оно было взято из Библии. Даже то, что то выражение, кто не работает, тот и ест, не не ест, оно тоже было взято оттуда. И в Библии, в Слове Божьем есть много определений, какой должен быть именно верующий человек. И что значит быть верным, что значит быть благонадежным, что значит благонадежный человек. Само слово благонадежное – это сложное слово. И я знаю, что в повседневной практике мы, наверное, не так уж часто пользуемся этим словом. Как-то вот с того, что в нашем техническом интернетном мире уходят те старые русские слова, которыми часто пользовались когда-то раньше. И слово благонадежное – это называется, можно объяснить, как вот именно добрый или надежный или верный человек. И интересное сравнение Ишуа именно, что такое значит благонадежный. Вообще кто-то, может быть, кто имел дело когда-то глубоко сельским хозяйством? Сложно даже представить, кто ему. Ну, я когда-то имел дело сельским хозяйством, и мне, в общем-то, понятен этот пример. Что значит возложившийся свою руку на плуг и озвизрающийся назад? Мне не пришлось пахать землю на… так, как пахали, допустим, во времена Ишуа, там на валах или на каких-то других животных. Но я видел, как это делается. Я застал все времена, когда пахали еще на лошадях. И дедушка рассказывал, что для того, чтобы сделать особенно первую борозду правильно, ты должен взяться за плуг, взяться крепко. и, видя перед собой, допустим, быка, ты должен направлять его на определенную цель. Ты не должен отворачиваться назад, ты не должен смотреть даже, как ты вспыхал, но ты должен смотреть четко вперед, и тогда борозда у тебя получится ровная. И Ишуа, сравнивая это, имеет в виду, что есть определенные условия, при которых человек должен, есть определенные условия, которые человек должен соблюдать, когда он следует за ним. Первый случай мы читаем, что про человека, который подошел мне к нему и сказал, позволь мне прежде похоронить отца моего. Есть разные версии, почему он так сказал. Одна из версий есть, что в Галилее когда-то захоранивали человека, а через год после того, ну, в большой могиле, и когда происходило разложение, собирали кости и складывали в маленький гробник. Не знаю, насколько это точная версия. Может быть, просто это было желание человека, чтобы именно, может быть, и отец у него умирал или еще что-то. И так или иначе, у каждого человека возникают какие-либо вопросы, когда у него стоит выбор следовать за Ишуа. Второй человек сказал, что позволь мне проститься с моими домашними. Что значит было последовать за Ишуа? Понимаем ли мы сегодня? Это сегодня нам очень удобно взять Слово Божие, почитать, включить, может быть, видеоролик, посмотреть какое-либо кино, научиться, и потом быть довольным, что мы так следуем за Ишуа. Раньше, чтобы последовать за своим учителем, ты должен был в прямом смысле пойти за ним, быть всегда с ним, разделить все его тяготы и помогать своему учителю нести то, что он несет. И для того, чтобы тогда последовать за Ишуа, нужно было от многого отказаться, отказаться от прежнего образа жизни, отказаться от тех, может быть, привилегий, или, допустим, как мытый Закей, или, как мы говорим, Матфей, в чем-то раскаяться и продать, отдать, воздать тем, кого ты обидел, и последовать за Ишуа. Ученики, когда шли за ним, они тоже на время отлучались от своих семей, от своих прежних занятий, и они следовали за ним. И как можно вообще сравнить следование за Ишуа? И как можно сравнить это именно благонадежное или неблагонадежное исполнение то, что он им говорит? Можно иногда сравнить это как зрители и игроки на поле. Мы знаем, что, приходя на стадионы, люди наблюдают за тем, что происходит. Они не просто наблюдают. Я никогда не был на стадионе, но через телевизор видел, как болельщики болеют. И я думаю, насколько бывают люди фанатичны, преданы своим спортсменам, спортивным клубам, что они готовы просто разнести вокруг себя все. Но, тем не менее, они просто зрители, они не игроки. И во времена Ишуа было так же. Немало людей собиралось вокруг него. Он иногда собирал тысячи людей. Если кто-то помнит, что как-то он накормил многие тысячи. Или когда он говорил, как мы говорим, о заповедях блаженства или на горная проповедь, там также собралось очень множество людей. То есть временами очень много людей его окружало. Но были времена, когда оставались только 12. И также в сегодняшнем мире верующих людей, верующих в Ишуа можно наблюдать такие картины. Когда приезжает какой-то проповедник, все аж набегут. Бегут посмотреть на то или иное чудо, или о том, как кто-то проповедует красиво, рассказывает людям об Ишуа, как люди каются, выходят даже сами каяться, но проходит какое-то время, и где эти люди? Да, можно объяснить этим, что людям нужно внимание, какое-то особое действие, чтобы какие-то вот есть у людей психологические потребности, чтобы к ним проявили внимание, возложили на их руки, выслушали, можно этим объяснить. Но можно объяснить это другим, что каждый день у нас есть выбор, последовать за Ишуа или не последовать, исполнить его заповеди или не исполнить. И выбор, в общем-то, есть у каждого из нас. И так или иначе, мы что-либо выбираем. Как-то недавно, несколько дней возвращаясь с работы, я выбрал путь, по которому ехать, нужно было ехать с Илата. И я был настолько уверен, что я именно по этому пути быстро доберусь. Но начались ремонтные работы, как всегда, в Израиле ночью. И потом одни ремонтные работы, вторые, третьи, где мы вообще задержались очень долго. И в конце этих ремонтных работ, когда нас уже пропустили, видимо, кто-то сильно обрадовался и поехал быстро и стукнул в другую машину. И мы опять остановились. И знаете, у каждого нас есть выбор. И мы должны выбирать, смотреть, как мы следуем за ним. Какие можно еще привести примеры? Знаете, в сегодняшнем мире есть популярное выражение гражданский брак. Но я хочу сказать, что даже само определение не совсем правильное. Когда молодые люди, может быть, не совсем уже молодые, решают попробовать пожить вместе. Раньше гражданским браком назывался брак, который регистрировало государство. Именно без религиозных каких-то правил. Раньше назывался именно это гражданский брак. Сегодня называется это так называемые свободные отношения. Попробовали, пожили, иногда по 10 лет пожили, но так и не загрестировали брак, так и не решились окончательно пожить и закончился так называемый брак. Также какой можно привести еще пример? Наверное, самый такой яркий пример это Алия. Кто знает, чем отличается от Илья или репатриация от эмиграции? Само слово Алия означает, что мы поднимаемся, мы должны были подняться, как раньше, когда Израиль завоевывал эту землю, он должен был подняться выше и выше. Если кто знает, что именно обладанием земли она начиналась снизу вверх и должно было закончиться в Иерусалиме. И также многие люди сюда приезжая, они рассматривают приезд в Израиль просто как эмиграция, чтобы может быть в каких-то тяжелых обстоятельствах из тяжелых обстоятельств уехать и приехать к более легким материальным обстоятельствам. Но я хочу сказать, что в Израиле это не всегда работает. Я думаю, что даже в большинстве случаев это не работает, потому что в Израиле в общем-то жить непросто. И без того, чтобы именно посвятить себя этой стране, этой земле, здесь будет жить непросто. Если кто-то думает, что сюда приедет и сразу заживет легко, все будет хорошо, не обманывайтесь. Здесь никогда не будет легко. Но чтобы сюда приехать и именно стать в полном смысле гражданином или жителем этой страны, нужно посвятить себя, посвятить свое сердце, полюбить эту землю и именно тогда ты прорастешь в эту землю и ты будешь жить на этой земле и ты будешь радоваться тому, что ты здесь живешь. Недавно проводился какой-то опрос после того, как некоторые страны стали заявлять, что из-за того, что здесь война, они готовы предоставить убежище как арабам, так и евреям. И знаете, что меня порадовало, что многие именно граждане Израиля сказали, что мы ни за что отсюда не уедем. Мы будем стоять до конца, мы будем воевать за эту землю. И также в следовании за Ишуа мы не просто должны прийти к нему, чтобы облегчить свое состояние. Это хорошо, когда мы приходим и просим у него прощения, но мы должны прираститься, приживиться к Ишуа, стать с ним одним целым. И такие проблемы всегда возникали. Не думайте, что среди первых учеников не было таких проблем, что люди не до конца посвящали ему. Мы знаем, что Ишуа ходил три года со своими учениками. В общем-то, срок не такой уж и большой, но и не маленький. И он сразу предупреждал, говорил, что ему предстоит пройти через нечто страшное, умереть, но и воскреснуть. И многие на эти слова как-то не очень-то так обращали внимание. Думали, что о чем он говорит. Мы знаем, что мы когда-то воскреснем, знаем, что когда-то умрем, но они до конца не понимали всей той глубины, для чего был предназначен Агнец Божий. Сын Всевышнего. Для чего он пришел? И многие, когда уже его предал Иуда, отошли от него. Кто-то вернулся к прежним занятиям после того, как Ишуа распяли и уже не было какой-то надежды, чтобы с ним увидеться. И для многих было удивление увидеть его воскресшим. И мы знаем, что он воскрес и слава нашему Всевышнему, что в своем воскресении он подарил нам надежду, чтобы мы жили для него, жили для того, кто именно достоин, для которого, чтобы мы жили. Я также хочу прочитать из послания Галатам несколько мест, которые, в общем-то, показывают, насколько бывает вот такая непокорность именно учеников, именно знающих Ишуа, насколько она может мешать следование за ним. Первое место это Галатам 5 глава, 7 стих. Вышли хорошо, но кто остановил вам, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Также 3 глава с 1 по 3 стих. У несмысленной Галаты, кто предстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Ишуа, Машир, как бы у вас распиты. Это только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере. И также 1 глава 6 по 8 стих. Удивляясь, что вы от призвавшего вас благодатью Машиха так скоро переходите к иному благоествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благоествование Христово. То есть извратить более точно перевести. Кто такие были галаты? Они, в общем-то, не были теми, кто когда-то был знаком, может быть, доуверования с Ишуа или со Словом Божьим, но был такой момент, когда они узнали, что есть единый Бог и есть один посредник между Богом и человеками Ишуа Маших, они приняли. Но потом в их жизни стали появляться некие люди, которые проповедовали им, что для того, чтобы вам спастись, вам недостаточно знать это, вам нужно то делать, другое, ведь написано в Слове Божьем делайте то, исполняйте это, и именно хитрыми такими вливаниями они пытались научить их, и впоследствии эти люди стали отходить от Ишуа. Закон дан, как Шауль или Павел говорит, что детоводителям Ишуа. И закон дан для того, чтобы нас сохранить, не допустить греха в нашей жизни, а также, если происходит грех, чтобы мы пришли к тому, пришли к тому, кто очищает нас и освящает нас благодаря тому, что Он совершил, то есть призвать нас именно к совершенной жертве. Сам Павел говорил о том, что Всевышний избрал меня от утробы матери, чтобы во мне открылся Сын Его, Сын Божий. И наше предназначение в этом мире, чтобы через нас открылся Сын Его, чтобы через нас люди узнали о Машиахе, о том, кто Он есть и что Он делает, что есть надежда для каждого человека обрести спасение, как иудею, так и язычнику. Колоссянам 2 глава 16 по 23 стих, я почитаю. И вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учение бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвозил ко Христу, отняв силы у начальств и властей властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело в машехе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренными утром и служением ангелов, вторгаясь в то, что не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами, связями, будучи соединяемого и сокрепляемого растет возрастом Божиим. Итак, если вы с машехом умерли до стихи мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», все, что все и сливает от употребления по заповедям и учениям человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении смиренномудрии, изнурение тела в некотором не брежение, а насыщение плоти. Самовольное смиренномудрие. Говорят, что в те времена уже стало вкрадываться учение гностиков. И учение гностиков заключается в том, что все, что связано вообще с материальным миром, оно греховное, святое, а все, что связано с духом, оно духовное, оно святое. И, видимо, в ту общину вкрадывались такие люди, которые так и говорили, что все, что связано с плотью, вам уже особо не нужно, вам нужно только думать о духовном. И придумывали им определенные правила, и также упрекали их за то, что они исполняли какие-либо праздники или что-то, и тем самым, как написано, что отталкивали их от Ешуа Машеха. Но как же жить? Как правильно жить? Я также хочу привести пример Павла. Филиппийцам, 3 глава, с 4 по 16 стих. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисеев, по ревности гонителей церкви Божией, по правде законной и непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Машиха я почел читое, да и все почитаю читое, ради превосходства познания Машиха Ишуа, Господа моего, для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Машиха и найти с нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Машиха с праведностью от Бога поверен, чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь в смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. я все почитаю за ссор. Заметьте, что Павел не отрекается от своего прошлого, он так и называет, что я фарисей по учению, но тем не менее он показывает и привлекает нас к пути превосходящим. И знаете, вот такое хочу рассказать свидетельство из своей жизни, когда мы ходили в другую общину, в нашей жизни произошел определенный прорыв. И был действительно для каждого из нас, кто находился в той общине, духовный прорыв. И мы стали принимать духовные дары, мы стали постигать вообще духовный мир, мы узнали, что есть освобождение, что есть, оказывается, обременение, и что исцеление. И знаете, в какой-то определенный момент мы настолько этим увлеклись и остановились. Мы даже сами не заметили, что уже как бы этого уже в нашей жизни особо ничего нового не происходит, но тем не менее мы уже стали жить прошлым. И к сожалению, та община, в которой мы когда-то ходили, она развалилась. Развалилась, потому что мы перестали смотреть в будущее. Мы жили в прошлом. И часто в нашей жизни есть победы. И это хорошо. Это хорошо, что есть в нашей жизни победы. Это хорошо, что есть в нашей жизни познание Всевышнего, что мы узнаем его, мы получаем освобождение, но не нужно на этом останавливаться. Нужно двигаться. Если ты возьмешь плуг и остановишься, ты никогда не спашешь поле. И ты не будешь благонадежным. Тебе нужно движение. Нам, каждому из нас нужно движение. И наши прошлые победы, наши прошлые заслуги, это хорошо. Я помню, когда я обратился к Богу, я приезжал к бабушке, потому что у меня не было в том месте, где я жил, служения верующих. Я обращал внимание, что кто как молится. Молиться особо не умел тогда, и мне было интересно, кто как молится. И потом я спрашивал бабушке, почему этот дедушка, он постоянно молится одной и той же молитвой. Он что, или падает, или каждый раз, да нет, он так молится и все. Я не хочу сказать, что я осуждаю этого человека. Это хорошо, что он молится одной и той же молитвой, что его Бог когда-то простил, поднял, но я думаю, что нужно движение для каждого человека. Мы хорошо делаем, что изучаем Слово Божие. И знаете, Слово Божие, оно обширное. Сколько прошло веков, сколько людей его читало, и нам как он есть в нашей повседневной жизни. Будут приходить трудности, в Израиле будет нелегко. Не обольщайтесь, не будет никогда здесь легко. Но знаете, что Всевышний за нас, и Он желает видеть нас верных, благонадежных своих последователей, которые следуют за Ним. И в заключительной книге Библии мы читаем в Откровении, что побеждающий наследует все. Побеждающему дам новые одежды, и смерть вторая не будет над ним владычествовать, то есть не принесет ему ущерба. Не помню дословно, но это написано в Откровении 3 глава 5 стих, не буду уже сейчас зачитывать. И каждого из нас есть выбор выбрать, следовать ли за Ишуа, и как за ним следовать. Он не хочет, чтобы мы были как зрители, которые пришли, послушали и пошли дальше жить. Он хочет, чтобы в нашей жизни происходили изменения. Он хочет, чтобы в наших служениях приходили какие-то изменения. И Он хочет нас благословить. Его благословения, они неисчерпаемы. Потому что сам Бог, Он выше всего и больше всего. И Ему не безразлично, как каждый из нас живет в этом мире. Кому-кому, но ему никогда не безразлично. И о каждой душе он заботится, он переживает, находясь в этом мире, как каждый из его детей живет в этом мире. А тем, кто не познал его, есть возможность познать его. Если кто-то упал, есть возможность подняться. Если кто-то остановился, есть возможность снова пойти, осветиться, попросить у Всевышнего прощения и снова начать служить Ему. Не будем унывать, будем радоваться в Нем, веселиться, несмотря на то, что на нас направлены эти ракеты, потому что тот, кто за нас, он больше того, кто в мире. Амин. Амин. Амин.